Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарчанка выиграла чемпионат Австрии. В финале она в двух сетах одержала верх над немкой Анной Фридзом 6-4-6-3. Уроженка Германии занимает 118-ю строчку мировой классификации, Самарчанка 29-ю. Павличенкова в этом сезоне впервые примерила на себе титул чемпионки и восьмой в карьере. В Дубровнике, Хорватия, самарские дзюдоисты выиграли Кубок Европы. Приз взяла Дарья Межецкая. В финале ей сдалась Таня Базович из Македонии. Серебро у Анастасии Павленко. Бронзовую медаль завоевал Ислам Хаметов. Самарские баскетболистки открыли сезон в Суперлиге. Первые соперники – гости из Санкт-Петербурга. Какие сюрпризы преподнес матч-открытие в репортаже Валерии Макаровой. Болельщики надрывают голосовые связки. Все-таки первый матч сезона. Университетская команда, которая доросла до профессионального уровня Суперлиги, заразила баскетболом всех студентов политехнического. Всей душой политех верит в свою команду, в наших девчонок. Они вообще большие молодцы. Поэтому я и все мои друзья нашусь здесь. Растет фан сектора. Сегодня общими усилиями, общей мощью, я думаю, что мы победили. В прошлом году политех сам ГТУ стал серебряным призером Суперлиги. Этот сезон команда открывает матчем с питерской Ладогой, победителем регулярного чемпионата прошлого года. Однако сегодня ее состав серьезно ослаблен. Если первую половину игры Ладога держалась достойно, то ко второй ее силы иссякли. Итоговый счет 82-52 в пользу Самары. Мы уже заранее увидели, что команда слабее. И мы себе дали поблажки такие. Вот такой результат. Хотя должны выигрывать много очков и делать большой задел. Ну, я думаю, для нас это будет уроком. Фотография с матча отправится в инстаграм команды. Там за успехами баскетболисток следят еще полтысячи болельщиков. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. Новости спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.